Всем привет! На связи с магазином Деда Митя. Меня зовут Кирилл и сегодня мы поговорим о пинпоинтерах. Какие бывают ключевые особенности, какие бывают функции, характеристики и как выбрать для себя подходящий. Каждый кладоискатель однажды задумывается о приобретении пинпоинтера. Это маленький помощник, который поможет вам сократить время и безошибочно указать на вашу цель в ямке, куда не помещается катушка от металлоискателя, к которому мы привыкли. Пинпоинтер быстро и безошибочно укажет, где находится металлический предмет. Но в отличие от металлоискателей, к которым мы с вами привыкли, они не умеют отличать черные цветные металлы и далеко не все умеют работать под водой. Хотя в последнее время появилось очень много моделей, которые работают под водой, анфибии, трансформеры и даже те, кто отличают черный цветный металл, то есть модели с дискриминанцией. Пинпоинтеры бывают абсолютно разные, как по цене, так и по своим возможностям. В нашем ассортименте есть абсолютно разные и сейчас обо всем по порядку. Модели низкого ценового сегмента не обладают защитой от воды, но обладают защитой от брызг. Следовательно, не рекомендуется погружать их под воду, но дождя бояться не стоит. Высокой скоростью и чувствительностью они не обладают, но это не значит, что они плохо выполняют свою функцию. Это значит, что для точности определения цели им потребуется больше времени. Питание таких приборов осуществляется от батарейки типа кроме, но также попадаются модели, которые работают от встроенного аккумулятора. Модели среднего ценового сегмента уже оснащаются стандартами защиты от воды IP68. Следовательно, некоторые из них можно погружать под воду до 3-6 метров, а некоторым из них покоряются и большие глубины. Следовательно, это будет отличное дополнение для металлоскателей типа «Анфибия». Чувствительность и скорость работы в данном классе уже гораздо выше. Питание таких приборов также осуществляется от батарейки типа крона, но уже чаще попадаются модели со встроенным аккумулятором на борту. Ну и, наконец, высокий ценовой сегмент. Здесь уже больше идут отличия по необычным возможностям самих пинпоинтеров. Например, Garrett Atea Z-Link может работать с беспроводными наушниками Z3 и сигналы не будут слышны никому, кроме вас. Французский пинпоинтер Mi 6 может работать в паре с металлоскателем Deos 1-2 поколения, при этом еще он работает от встроенного аккумулятора и не боится воды. Российский Sphinx-02 имеет функцию magnetic, и когда вы вставляете в кобуру, он сам автоматически выключается и включается, когда вы вытаскиваете из кобуры и, соответственно, экономите время. Но, к примеру, Nocta Macro Puts Dive имеет такую возможность трансформирования из обычного пинпоинтера в Scuba Tector, в полноценном. В шесть секунд прибор меняет свое назначение. Итак, какие важные аспекты, на которые стоит обращать внимание при выборе пинпоинтера? Защита от воды. Большинство пинпоинтеров можно погружать под воду на глубину от 3 до 6 метров. Есть модели, которым покоряется глубина и 60 метров, но если уже на такие глубины нырять, то на испанской затонувшей корабле за золотом кораблей. И если вы не знаете, будете ли вы искать сокровища под водой, то рекомендую взять пинпоинтер, у которого будет глубина погружения хотя бы 3 метра, чтобы не бояться дождя. Второй очень важный аспект – это питание прибора. Кому-то удобно таскать запасную батарейку, а кто-то избегает лишнего веса аммуниции, а кто-то предпочитает пользоваться встроенным аккумулятором. Лично я предпочитаю пользоваться перезаряжаемым батарейками без эффекта памяти, которые я могу вечером перед копом зарядить, и зная то, что во время своих поисков я не останусь без своего маленького помощника. Ссылочку, если что, оставлю в описании. Третий очень важный параметр – это чувствительность прибора. Обычно золотая середина составляет чувствительность 12 кГц, и взятая чешуя на 3 см для таких приборов – это норма. Еще один очень важный параметр – это скорость работы пинпоинтера. Нужно понимать, что пинпоинтер – это устройство, которое призвано для сокращения времени поисков мелких целей в грунте. Если ваш пинпоинтер будет долго включаться и иметь долгий вотклик от целей, то пользование превратится в настоящее мучение, а деньги окажутся просто выброшенным на ветер. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. Ссылку на раздел с пинпоинтерами и обзоры на них я оставлю в описании данного ролика. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и делиться со своими друзьями данным видео. Это очень помогает нам в развитии. Всем удачи на поисках и до новых встреч!